Друзья, всем привет! Последние новости на сегодня. Подготовку к Олимпийской игры в Париже 2024 продолжают сопровождать скандалы, то политические, то экологические, то социальные. Чем ближе старт Олимпийских игр в Париже, тем больше разговоров о том, что главные летние спортивные старты четырехлетия будут одними из провальных в истории. Смотрю в нее, как в зеркало игры, открытая для всех. Фраза, которая стала девизом Олимпийских игр, ныне превратилась в откровенную насмешку, учитывая, какую сегрегацию устроил Международный Олимпийский комитет МОК. Но даже если дистанцироваться от всей грязи, которая облил Олимпийское движение, сам МОК – проблему организаторов выше головы. В начале июня французский телеканал CNews опубликовал сюжет о том, что около 50 миллионов литров сточных вод попали в реку Сену, которая протекает через Париж из-за поломки системно-насосной станции. И это после того, как кризисные менеджеры отрапортовали о решении проблем с нашествием клопов, которые атаковали столицу Вранции минувшей осенью, затем о ликвидации загрязнения Сены в январе уже этого года. Стремясь убедить, что все в порядке, мэр Парижа Анны Дальго, которая не раз заявляла, что нами в городе не рады, и префект полиции Парижа Лоран Нунес обещали провести заплыв в реке. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже захотел искупаться, правда, сроков не называл. В ответ на это во Франции запустили сайт с призывом сходить в туалет в Сену перед данным заплывом, мол, река и так полна того, что не тонет. Эдакий французский юмор. Выражение «выслать за 101-й километр» заиграло новыми красками перед Олимпиадой 1980 года, когда в Москве проводилась определенная чистка и некоторые категории граждан удалялись из столицы. Мера, в принципе, не новая, зато СМИ на Западе вовсе отмечали, мол, репрессии, насильственная высылка – все это возможно только в условиях президента. Подобные же публикации появлялись и накануне Олимпиады в Сочи. Но теперь на те же грабли наступили во Франции, причем в масштабах, несравнимых с советскими 1980 года. Британская The Guardian со ссылкой на доклад группы Реверс де Ламида Или, представляющей 90 ассоциаций, заявила, что из Парижа за последний год уже переселено 12 тысяч человек. Среди них бездомные, мигранты, семьи с детьми. Ранее мэр Идальга обещала не прибегать к такого рода мерам, но, естественно, ни о каких компенсационных действиях речи нет. Французские активисты указывают, что людей выселяют в непригодные для жизни условия, а зачастую попросту выбрасывают вон. Да и местные жители в региональных городах далеко не рады строительству центров временного проживания. Так что властям приходится решать еще и эту проблему. Виновные, конечно же, известно отсутствие удовлетворительного ответа на вопрос, что делать, легко компенсировалось ожидаемым ответом на вопрос, кто виноват. Здесь в задаваемой новостной повестке двух мнений быть не может, конечно же, Россия. Американская корпорация Microsoft выступила с заявлением, что Россия активизировала кампанию дезинформации против предстоящих Олимпийских игр, МОК и правительство Франции. Прямых доказательств приведено не было, но кто их серьезно искал-то. Главное, сказать волшебные слова, highly likely, виноваты и мы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал огульной критикой и клеветой обвинения компании Microsoft. Стоит ли напоминать, что в 1980 году те же США призывали бойкотировать Олимпиаду в Москве и бойкотировали, а различные западные организации развернули настоящую истерию, требуя бойкота игр в Сочи. В разное время доставалось и играм в Пекине. У Китая тоже требовали все отобрать, а сейчас нет-нет да находит китайский след. Такой же, как и российский. Надуманный в своей природе. Домик на Кипре, квартира в Швейцарии, кого из депутатов расстроит новый запрет на выезд из России. Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России. Для кого-то это будет болезненно, семьи парламентариев скупали недвижимость в других странах. О ком идет речь? Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации за исключением служебных командировок в порядке и в сроке, которые определяются Советом соответствующей палаты Федерального собрания Российской Федерации, говорится в новом законе. По мысли его авторов, основной формой выезда парламентариев за рубеж должны стать только служебные поездки. Поездки с другими целями не возбраняются, но теперь законодатели обязаны отчитаться о том, куда они собираются, на какой срок и получить добро от руководства. В публичном поле эта инициатива объясняется необходимостью обеспечить безопасность самим депутатам и сенаторам, дескать, бесконтрольно выезжая за границу в период санкций и ограничений. Представители законодательной власти и их семьи рискуют, например, стать жертвами провокаций или быть похищенными. В этом случае вред будет нанесен не только им самим, но и нас, которые они представляют. Сложнее всего теперь придется тем членам Федерального собрания, кто имеет за рубежом недвижимость и другие активы. Еще в 2020 году таких в Госдуме и Совете Федерации было 28 человек, 22 депутата и 6 сентября. С тех пор декларации парламентарий не публикуют и даже состав депутатов успел смениться. Последние выборы в Госдуму прошли в 2021 году. Большинство владельцев иностранной недвижимости из числа депутатов не смогли снова пройти в Госдуму. Но есть и те, кто остался. 63-летний депутат от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг, настоящий долгожитель Думы. Бывший директор Челябинского кузнечно-прессового завода первый раз избрался в парламент еще в 1995 году и с тех пор его стены не покидал. Сейчас он является председателем комитета Госдумы по монопольному рынку. За это время его семья вошла в список богатейших людей Челябинска. Жена Марина и сыновья Андрей и Дмитрий контролируют бизнес-империю, построенную на базе завода, которым некогда управлял глава семейства. Челябинский кузнечно-прессовый завод ежегодно выручает десятки миллиардов рублей. Сюда нужно добавить производство промышленных машин и оборудование под маркой «Хартунг» – еще один – 2 миллиарда рублей по итогам прошлого года. Плюс Уралавтохаус, торгующий мерседесами, даже сейчас, после того, как марка ушла из России, приносит более полумиллиарда рублей выручки. Завод роботов в прошлом году выручил более 100 миллионов рублей, ну и по мелочи – 35 миллионов рублей принесла сдача в аренду различной недвижимости, 24 миллиона – торговля автодеталями. Юридически собственником этих предприятий является Марина Гартунг. Она же указывалась в декларациях мужа депутата как владелец 190-метровой квартиры в Швейцарии и почти 100-метровой – на Кипре. А недавно вспыхнул скандал. В СМИ прошла информация о том, что супруга Гартунга якобы является владельцем кипрского так называемого «золотого паспорта» – это когда гражданство предоставляется в обмен на инвестиции. Паспорт якобы действителен в течение 10 лет и заканчивается в 2027 году. Америка начала заниматься Грузией в своем привычном стиле, готовя там какую-нибудь революцию петуний, восстание фикусов или бунт гладиолусов. Собственно, производить перевороты – это уже почти единственное, что Америка пока еще умеет производить, если не считать санкций, тут у них вообще все блестяще. При этом сама Грузия разделена, и часть ее страстно жаждет вернуться под владычество Гегемона, категорически не желая помнить, до чего довело страну это владычество в прошлом. У нас самих до сих пор полно таких ждунов. Больше всех негодует, конечно, президент Соломи Зурабешвили, прямая ставленница Запада, которая вдруг расплакалась, и вот это очень сильно неспроста, что США отказались проводить свои игры в стране. Хотя тут можно и не ссылаться на далекую Америку, у Грузии есть личный богатый опыт по поводу того, как ведет себя Вашингтон, когда защита, которую он так громко обещал, вдруг становится нужна. Но почему-то Вашингтон вдруг ничего не делает, отмораживается, и все проблемы приходится решать один на один, даже без какой-то коллиции. Напомним, что США обещали пересмотреть отношения с Грузией, и как раз в рамках этого обещания отменили ежегодные игры. Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. Вашингтон надеется, что грузинские лидеры пересмотрят закон, чтобы продвигать демократические и евроатлантические устремления. «Пока мы пересматриваем отношения между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии при принятии собственных», – говорится в распространенном заявлении госсекретаря Блинкина. Но дело в том, что президенту Грузии Зурабешвили не просто так, разумеется, срочно затребовались американские контингенты. Вот прям жить она не может без поддержки Пентагона, с чего бы вдруг. А с того, разумеется, что при поддержке Пентагона гораздо проще устраивать бунт фикусов, который они явно будут поддерживать со своей стороны. Тут же пришел очень интересный документ из Европы. Грузинскому правительству почти прямым текстом сказано, что вы не спешите пока принимать закон, мы, мол, до конца года у вас власть сменим, тогда нам и отменять ничего не потребуется.